так еще раз всех приветствую шалам шалам запись включилась как я вам уже сказала недельная глава но скажем так недельная глава здесь больше для взрослых поэтому мы только немного ее коснемся но тоже посмотрим мультик на тему недельной главы и посмотрим потом мультик на тему и самое главное нам сегодня надо бы обсудить кто такой Машея чтобы была какая-то ясность более-менее это сложный вопрос но постараемся сегодня его коснуться и посмотреть чтобы понимать о чем идет речь я бы унивка подтянулась соединяться шалам всем шалам шалам, Даринка всем шалам шалам так, хорошо начинаем с нашей недельной главы я говорю, недельная глава немножко для взрослых была такие события были печальные там такие все были предписания такие немного для взрослых и называется на Ахарей иногда добавляют Ахарей о чем она была помните о чем и что это за слова кто там умер помните возможно потому что из-за праздника могли тоже читать могли бы другие чтения тут получилось так, что восьмой день Песох Ахадасов пал с шаббатом и например я была вчера в синагоге в Братиславе немножко были другие чтения то есть я даже не поняла читали Ахарей может не читали еще что-то было на словацком достаточно сложно было сориентироваться поэтому мы сейчас просто вкратце ее рассмотрим там снова идет о первосвященнике снова как он должен быть одет приносить жертвоприношения мы это уже много раз рассматриваем еще раз это повторим сейчас я вам тогда запущу мультик посмотрим мультик на тему Ахарей и потом еще народ подтягивается и потом поговорим сегодня немножко о Песохе я вам нашла мультик интересный повторим тему и это время о Песохе связано с Машахом Машах тема достаточно интересная достаточно сложная и у многих нет ясности кто же он поэтому сегодня мы поговорим об этом поэтому самое время пришло так мультик на тему недельной главы так делюсь с вами экраном сегодня Баруха Шем тут все отлично работает недельная глава Торы Ахары видна вам без крови жить невозможно еще темная и потому что кровь так важна существует видно да или нет видно все запускал смотрим кровь про кровь кровь символ жизни и потому что кровь так важна существуют особые заповеди и законы касающиеся непосредственно крови во время странствия по пустыне когда евреи готовили мясо домашних животных кровь они приносили на жертвенник в крови всякого живого существа его душа Всевышний повелел приносить в жертву животных чтобы души животных искупали грехи человеческих душ если птица или дикие животные предназначаются в пищу то нельзя оставлять их кровь просто на земле кровь нужно обязательно засыпать слоем земли что же касается домашних животных то хотя в Торе и нет заповеди засыпать слоем земли их кровь употреблять ее в пищу категорически запрещено итак запомним употреблять кровь кошерных животных как диких так и домашних категорически запрещено но одна из причин запрета заключается в том что в крови душа животного употребляя кровь животного человек приобретает зверинные наклонности но как же тогда есть мясо ведь кровь просто наполняет его удаление крови из мяса называется кошерование после шхиты кошерную бой скота мясо вымачивают в воде и высаливают сегодня можно купить уже прокашированное мясо а можно кошеровать его самостоятельно после смерти сыновей Аарона пытавшихся принести воскурение в святая святых Всевышний сказал Машер Абайну что входить в святая святых может только Коэн-Гадоль и только раз в году в Йом-Кипур Всевышний повелел чтобы Коэн-Гадоль в Йом-Кипур входил в святилище в белых льняных одеждах они в восьми священных одеждах украшены золотом в которых он ходил каждый день в Йом-Кипур Коэн-Гадоль переодевался пять раз перед каждым переодеванием он погружался в митху после принесения ежедневных и дополнительных жертвоприношений Коэн-Гадоль бросал жребий на двух козлов он ставил справа от себя одного козла слева другого и опускал обе руки в специальный ящик в котором было два жребия Коэн-Гадоль брал один жребий в правую руку а другой в левую на одном жребии было написано Ашему на другом Азазелю того козла, которому достался жребий Ашему приносили в грехоочистительную жертву от имени всего Израиля к рогам другого козла Коэн-Гадоль привязывал багряную нить а потом клал руки на его голову и произносил признание грехов от лица всего народа Израиля затем козла отводили в пустыню к высокой мощной скале которая так и называлась Азазель и сбрасывали в пропасть именно этот козел и назывался козлом отпущения служба в храме в Йом-Кипур была особенной и длилась около 12 часов в этот день приносилось много жертв не считая козла отпущения приносились хлебные дары и возлияние вина но самое главное что Коэн-Гадоль входил в святая святых он вносил туда воскурение и кровь и жертвы ставил воскурение воскурял также между шестами и брызгал кровью между шестами ковчега а теперь вопросы вы ведь внимательно слушали почему Всевышний повелел приносить в жертву животных? каким образом кашируют мясо? вымачивают и высаливают живот да, вымачивают и высаливают кто и когда мог входить в святая святых? Коэн только в Йом-Кипур сейчас мы еще на эту тему поговорим как проводился жребий в Йом-Кипур видите, две ладошки так, так и потом берется смотрите, да как это выглядело то есть в этой главе мы читаем что сыновья сыновья Агарона Надак и Авиху взяли себе и просто так решили зайти в святая святых без подготовки без особого и внутреннего, и внешнего давай, давай, расскажи что ты хочешь рассказать и принесли и принесли чуждый огонь да и из-за этого да, потому что такая фамильярность со Всевышним не разрешается Всевышний это совершенно другая реальность мы даже не можем ее представить и описать точность в точности и нужно к этой реальности относиться со всем почтением иначе ну, конечно можно умереть да это слишком сильное это слишком сильные вещи это слишком святые вещи и нельзя их путать с вещами обыденными да в которых мы живем иначе случаются вот такие трагедии и потом Всевышний как бы регламентирует что только в полном году да и только в емкий пункт то есть знать что это невероятная святость да это невероятная мощь это невероятная сила вот и человек может этого не выдержать просто нам просто нам и поэтому это это недельная глава нас предостерегает перед этим да что у нас нам Всевышний предоставил в распоряжении свою силу но мы должны знать как с ней обращаться точно так же как с электричеством да если кто-то будет всывать пальцы в розетку то есть будут большие неприятности точно так же и со Всевышним это не розетка да это еще значительно более сильные вещи и тут нужно четко знать как себя вести чтобы это все служило для нашего освящения для святости да а не просто так вот как я хочу да вот захотелось умерли да вот такое вот случается и вот это очень такая полезная глава которая нас от этого от всего предостерегает и все видите в Торе есть подробная инструкция что делать как и все это ой что там вот дыринка что это тебя за маска такая красивая а ну-ка покажись да что там а ну-ка а это у тебя бантик ну очень красиво это маска котика а ты котик да у тебя ушки красивый красивый котик дыринка или котика зовут по-другому да мяу мяу дыринка котик дыринка мяу и наша традиция считает что животных можно и нужно кушать да ничего страшного мало того что животное всевышним создано для того чтобы мы кушали их мясо да ну как говорила надо их так убить чтобы они не страдали вот и мясо должно быть и не можем есть кровь да кровяную колбаску как говорила есть не можем потому что в крови душа в крови душа и необходимо эту душу отпустить то есть кровь выбивается на землю душа уходит И так как мы верим в перевоплощение, я вам уже рассказывала, душа животного уходит, чтобы снова перевоплотиться. Погибает только тело. Если начинаем употреблять кровь, то это может нарушить процесс перевоплощения животного. Иногда животное специально ждет, чтобы его скушали. В одном городе, в Израиле, была синагога, и там мужчины из Чаре Тору собирались. Там мужчины и мальчики традиционно. И туда приходил теленок такой. Каждый раз приходил, когда они собирались из Чаре Тору, и заходил в синагогу и клал копытца на биму. Видите, такой теленок. И думали, вы его прогоняли, он снова приходит. Что теленку делать? Не пришел молиться? Да, и толча. Не умеет это делать. И тогда Рабин, когда это увидел, помолился о Шему, и ему пришло знание, что душа одного неправедного человека была в этом теленке. И чтобы ее освободить, он уже достаточно покаялся, сделал шуву, обратился, его нужно было убить и скушать. Вот так вот. Вот так вот. То есть ничего нет страшного. Это в какой-то мере предназначение животного, которых мы кушаем. Может, мы не кушаем животных, котиков и собачек, но не кушаем. У них другое предназначение. Вот. Ну, если это коровка, да, овечка, то мы кушаем. И вот таким образом душа ему освободилась. Вот это вот связано со всем этим. Вот почему мы приносим жертвам животных. Вы знаете, наверное, в школе, кто постарше учил, что в древние времена приносили человеческие жертвы. В цивилизациях, да, знаете, вот у народов майя, в Южной Америке даже жертвы приносили детей, такой ужас был, да, и язычников вот такого, да. Но в нашей традиции, это, конечно, абсолютно всегда было страшайше запущено, да, никаких человеческих жертв. То есть в жертвы приносится коровка животных, потому что это их предназначение, они для этого присутствуют, для того, чтобы принесенными жертвами и мясо их кушать. Вот так вот. Ну, знаете, что не во всех типах жертвы кушаются мясо, но это пока мы не будем. Это вот очиняйтесь, завязать. Будете постарше выучить. Так, хорошо. А теперь знаю, что вчера, да, вчера был Шаббат и был восьмой день Песоха, закончился Песох, да. Очень немножко даже жалко, да, что закончилось, но начинается не менее красивый привод интересный. Мы готовимся к празднику Шаббатского. Вот, я вам нашла такой интересный мультик тоже из серии «Тайная комната», где будет на тему Песоха. Немножко, да, повторим. Потому что на тему, хотела вам какой-то мультик на тему Машиаха, но что-то не нашла. Может быть, он будет короче, да. Так, хорошо. Сегодня сейчас еще один вам мультик и перейдем к ответственной и важной теме, именно Машиах, да. Так, запускаю. Ну, вот. Окей, сейчас будет загружаться немножко видео, когда вы увидите, скажете. Так, загружается. Видно вам уже? Видно? Видно. Да, смотрим. Субтитры подогнали Симон. 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 Слышали, да? И что вы можете сказать на эту тему? Или ничего не можете сказать? Хорошо, да, это вопрос достаточно сложный. И сейчас я вам попытаюсь так, чтобы это было понятно. Машея, Мессия, переводится из иврита и потом и мессия греческого как помазанный. Если сказать одним словом, это царь, это король. Будет, естественно, царь-король в Израиле. А еще мессия похоже слово на миссия, что нужно делать. Да, оно, кстати, от этого и происходит. Почему? Потому что у этого человека, это человек, прежде всего, это не Бог. В нашей традиции это исключительно человек. Никакой не полубог, не Сын Божий, да? Ну, если Сын Божий, то мы все сыновья этого человека Всевышнего, да? Но ни в коем случае не полубог, это человек, да? И прежде всего его заданием будет восстановить, как ни странно, царство, да? Королевство. Мне почему-то всегда, когда говорят, что придет Машеях, да, это действительно здорово, когда он придет, почему-то представляется как английская, да, как британская, британская королевская династия. Это красиво, да, это красиво. Ну, это уже сейчас немножко такая старинная традиция, да? Но, тем не менее, как ни странно, Машеях – это царь. И он восстановит именно царство. Ну, скажем, для современного Израиля тоже будет немножко странно, но так будет, да? Так написано в Туре, в письменной и вузной, да? И так он рассказывает наша традиция. Почему он помазанник? Потому что, когда выбирали царя, вы сказали, да, Давида, Соломона… Можно сказать? Да, давай, говори, Даринка. А коли уже закончится урок? А что, ты добескучна? Я спати хочу. Что ты хочешь? А чему ты хочешь? Ты не виспалася? Нет. А чему? Что таке? Что таке? Что стало, что ты хочешь спать? Я целую ночь не спала. А чему ты не спала целую ночь? Ты что-то переживала? Я не могла заспати. Ой, бедненька. Добре, а что ты себе погано почуваешь, то ты можешь идти, да? Піди, положися, поспи, це також важливо. Не треба мучатись, да? Потім в записи подивишься, да? Я скажу маме, що я тобі відпускаю, щоб ти поспала, відпочивала. Ну, буває, що ми не дуже себе гарно почуваємо, так? Ну, але буде запись, і ти в записи потім подивишься. А я тебе потім запитаю, хто такий Машия, так? Тому це буде твоє домашнє завдання. Так? Добре? Домовилися? Ну все. Я тобі відпускаю, і можеш ти собі відпочивати, поспати. Так? Окей. Добре. Добре. А ми з вами продовжуємо. Добре. І ви говорите, що ви себе плохо чуваєте, тут нічого немає страшного, мучиться не треба. Ну все ми люди, да? У нас разное самочувствие, тому що припалити, може бути перенервничать, не поспать, да? А темами у нас ми займаємось серйозною. Добре. Серьезною. Тут надо полностью быть включено. Так. И вот царя, да, помазывали оливковым маслом, да? И это делал пророк. Пророк – это человек, который соединен, да, со Всевышним, и Всевышний с ним разговаривает, да? К сожалению, в нынешние времена пророков уже нет. Но было очень-очень много пророков в Израиле, да? И кто помнит, кто помал… Вообще, кто был первым царем в Израиле? Кто-то из вас помнит? Саул. Саул, да. И кто его выбрал, кто его помазал, да? Помните? Его выбрал, помазал пророк Самуил, да? Пророк Самуил, который жил в святилище в Шима. Это еще было до храма Соломона. И стали израильтяне хотеть царя, как у других народов, да? Хотя всегда самым главным царем над Израилем является Всевышний. Царь, такой, как человек, он исполняет лишь волю Всевышнего, да? Если, например, в Египте, в том же самом Египте, царь считал… Хараон считался Богом, да? То в Израиле никогда такого не было. Царь в Израиле – это был человек. Человек, может быть, который более высокопоставлен, у которого была своя миссия, да? Ну, и который исполнял волю Всевышнего, да? И если он, например, плохо исполнял волю Всевышнего, его могли тоже, как бы, убрать с этой должности, да? Вот. И сейчас мы тоже, если президент себя плохо ведет, да? Можем его убрать. Потому что самое главное – это власть Всевышнего, да? Над нами. И таким вот образом, да? Ну, помните, мы читали сказку с вами, да? Ой, не с вами… Если вы… Тут я вижу в основном ребята из Свалявы. Мы читали сказку сказку в Дашковецах и в Бушкина, да? В Бушкина. И там мы говорили о том, что был такой пророк Илья, да? Пророк Илья, который вознесся живым на небо. И он как раз может во время Песаха, помните, Бакал Ильяху, да? Он приходит во время Песаха. И вот этот пророк Ильяху будет помазывать Месси, да? Машеаха будет помазывать, да? Вот это будет его функция. Видите, будет так это происходить. Вот. И, как я говорила, Машеах – это будет обычный человек, такой же, как и мы, который родится от папы и от мамы. Но он будет прямым потомком царя Тарика. Единственное его отличие будет в том, что он будет очень мудрым, мудрее и умнее, чем даже царь Шлома. И по духовному уровню он будет практически как Маше. Ну, то есть, ну, не такой, как точно Маше. Практически приближаться к нему, но выше всех остальных. Чуть-чуть ниже Маше, но выше всех остальных. И когда произойдет этот обряд помзания, Маше, да, это очень важно, то к нему спустится его миссия, полнота его миссии. Источником любой миссии, любой задачи является высший мир. И у каждого из нас есть своя миссия. Вот, ну, пока вы еще к ней готовитесь, да, хотя уже тоже можете задуматься, да, кто-то старше, для чего вы пришли, чем вы хотите заниматься, да. Очень важно тоже, кем вы хотите работать. Потому что с тем, что вы будете делать как профессионально, да, тоже ваша миссия. Ну, и есть у нас, у каждого из нас миссия, да, чтобы создать семью еврейскую, да, и иметь потомство. Мальчики будут папами, а девочки будут мамами. Это тоже у каждого, да, из нас такая миссия. Кроме того, что мы будем делать профессионально, да. Так. И машеях, он есть в каждом поколении потенциально, да, но он не всегда… То есть рождается человек с такими задатками. То есть он как бы… Машеях всегда есть среди нас, но он немножко скрыт. Вообще достаточно сложный вопрос. Вот, например, если кто-то был там в Хабат-Лубавиче, они своего рэбэ называют машеахом, да. Но, опять же, сейчас я вам скажу, почему это немного не тот машинный, да, который должен прийти и которого мы ждем. Но такой человек как бы в каждом поколении в Израиле есть, да, избранного народа. Единственное, что он не до конца проявляется, пока нет времени, нет произведения Всевышнего, да. И только лишь когда действительно Всевышний решит, этот человек проявится машеях во всей своей полноте. Ну, конечно, есть там еще много-много-много разных таких нюансовых аспектов, да. Это очень большая тема и очень сложная, вот, и нужно без конца ее познавать и не говорить. Но самое главное, что необходимо знать, что машеях – это такой же человек, как и мы, из плоти, из крови, рожденный от отца и матери, да. И его главная миссия – восстановить царство Израиля. Но когда придет машина, мы вчера тоже читали из книги пророка Ишаяху, что полностью изменится природа даже, природа творения, что даже животные, которые кушают друг друга, естественно, да, они будут дружить, что исчезнет вражда, исчезнут все воины. Вот, все полностью поменяется. Придет мир, придет благополучие. То есть никто не будет страдать там каких-то физических недостатков от болезни, от войн, от безденежья, да. Наступит действительно прекрасная жизнь. Поэтому вот это первый и главный критерий машеях. Если меняется полностью порядок, да, порядок в обществе, порядок в природе, тогда это настоящий машеях. Потому что было очень-очень много фальшивых машеахов, да. Ну, к этому мы сейчас перейдем. А я вам хочу показать очень интересную презентацию, тоже связанную с машеяхом, да. Прежде всего в Иерусалиме и в стенах Иерусалима есть ворота. Вот это фотография этих ворот, да, вы, наверное, тоже ее видели. Кто знает, как они называются? Это называется золотые ворота. Они единственные ворота в стенах современного Иерусалима. Да, которые, видите, они закрыты. Они закрыты, под ними кладбище. И вот считается по традиции, что машеях едет в Иерусалим именно через эту дорогу. Там храмовая гора начинается, да. Вот так вот. И как бы Иерусалим ждет машеяха. Мало того, вот этот домик, это домик, который построен специально для машеяха. Ему где-то жить надо будет. Там уже человек, человеку нужен дом. И был такой благотворитель, да, Тихо его звали, фамилия. Он построил специально дом для машеяха. Надо где-то жить. И вот в Иерусалиме этот дом стоит. Ну, вначале там банк был, потом сейчас там сделали выставочный зал. Вот. Но дом ждет машеяха. Вот, видите, очень конкретно люди готовятся. Мало того, знаем, что многие-многие раввины, да, великие, у них даже была специальная одежда, которую они надевали на шаббат, да, и в которой они специально ждали машеяха в этой одежде. Потому что самое вероятное время прихода машеяха – это именно шаббат, именно окончание шаббата. А особое время… Вчера разговаривал, вчера даже в местной раввине очень серьезно ждал, что может быть машеяха. Потому что именно в последний Песоха, да, тут еще и с шаббатом совпало, огромная вероятность прихода машеяха. И машеях восстановит Иерусалимский храм. Вот это вот стена плача, да, западная стена Иерусалимского храма. Вот стена плача, видите, маленькая часть, это женская часть, а большая – это мужская. Вот. И вот такой храм будет, да, ну, приблизительно будет. В общем, будет по такому рисунку восстановлен, уже есть целый институт. И вчера как раз была знаменитая трапеза, вот где мы тоже выпили четыре бокала, как на Седер-Тессе. Это трапеза ожидания машеях. Вчера серьезно очень ждали. Ну, увы, пока задерживается. Говорят, что ждет, пока все обратятся, все заставятся к их. Ну, мы не знаем, почему задерживается. Мы его ждем, но пока нет. Но это будет очень здорово, что когда он придет, полностью изменится природный порядок. Все станет идеальным, все станет совершенным. Исчезнут войны, исчезнут страдания, исчезнут болезни и бедность. И вот именно тогда, когда придет настоящий машеях. И теперь я хочу поговорить с вами на одну очень-очень важную тему. Потому что вы постоянно и слышали, и слышали, что мессия машеях – это Иисус. Ну, так мы выросли, да, среди христиан. И вот они говорят, вот, вот, да, машеях уже пришел, это Иисус, его распяли, да, на кресте. Он искупил нас от греха, и все отлично. Вот только надо его принять. Принять – это как бы непонятно как, да, до конца. Вот как-то декларацию, да, в сердце как-то эмоционально это все прочувствовать. Вот, но очень часто у людей после этого жизнь не особо меняется, скажем так. И мало того, смотрите, да, что войны исчезли – нет. Болезни исчезли – нет. Да, ничего не исчезло. Абсолютно, да. Вот, страдания исчезли – нет, как есть. Наоборот, видим, что все это приумножается. Все это есть, да. Да. И… Да. И новые болезни. И новые. С ковидом что было, да. Не знаю, уже там… Искусственные, не искусственные. Отлетучие мышки из лаборатории, да. Ну, все, все по-прежнему, все по-прежнему, да. Животные друг друга кушают, полно зла в мире, полно насилия, да. Да. Ну, и что же, да. И какой же что-то, да. Вот. И какой же, что-то, говорится, машех, который пришел. А вот, говорят, вот, когда будет второе пришествие, да, Иисуса, вот тогда, да. Да. Но, говорится, а где это они вычитали? Ну, сами придумали, да. И поэтому еврейская традиция, вот, все они очень часто осуждают, да, евреев. Еврейская традиция не признает Иисуса, машеха. Потому что, ну, кроме Иисуса была еще масса всяких уже машехов и средние века, вот. Но ни один из них не изменил порядок, да, миростанок абсолютно. Как были проблемы, так и остались. Вот это самый главный критерий. Мало ли кто что где провозглашает, да. Нужно делом доказать, что ты настоящий. Говорить-то нужно все, что угодно. Вот. А, говорится, прежде всего дела показывать. Да. Вот. И, прежде всего, нужно... Почему, например, еврейская традиция считает христиан, как бы, невероятными? Язычниками тем, что они поклоняются идолам, да. Почему? Потому что, ну, вот эта вот теория, как Бога-человека, это полностью взята из греко-римской религии, да. Ни один человек не может быть Бога. То есть, Бог – это Бог, а человек – это человек. Это две, говорится, коррект в Одессе, две большие разные. Две разные реальности, да. И так, и так Всевышний создал, да. Мир, хотим мы этого или нет. Кроме Ашема, кроме Всевышнего, нет никакого другого Бога. И быть не может, да. Ашем есть Бог на небе вверху и на земле в небе. И иного нет написано в Говорении, да. Вот. И мало того, что когда, ну, мы слышали, да, все эти евангельские рассказы, даже сам Иисус не претендовал на то, что… Вот. То есть, когда мы пробираемся через все эти наслоя, мы видим, что он, как говорится, был евреем и пытался как евреи даже соблюдать, да. Хотя не всегда он и все соблюдал, но пытался и признавал, что Бог один, да. Это то, что мы признаем, когда говорим о нашей вере, да, о нашей связи со Всевышним. Прежде всего, мы должны признать, что Всевышний один и един, да. И нет никого и ничего, кроме Него. Вот. Вот. И, как мы видим, да, говорила, что самое главное критерие, что Иисус не выполнил тех заданий и той миссии, которая возложена на Машеиха, да. Вот. И видим, что было пророчество Иишаи, да, что перекуют свои мечи на орала и свои копья на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будет больше учиться войне. Что мы сейчас, да, не будем, да, грустно. Вот. И Машеих, прежде всего, принесет в этот мир всеобщее почитание Всевышнего, да, и все люди начнут ходить путями Всевышнего. Вот. Ибо наполнится земля знанием Бога, как вода наполняет мирю Иишаи, да. Мало того, он соберет всех-всех евреев со всего мира в Израиль. Ну, сейчас евреи тоже в Израиль, да, собирают его не так, что прям все. Храм, да, как я уже когда-то видела, излечит всех больных. Опять же Иишаи, тогда откроются глаза слепого и уши глупого услышат. Тогда хромой поскачет, как олень, а язык медного запоет. И все это совершит Машеих при своей жизни. Ему не нужно умирать, да, чтобы завершить свою мусью. Абсолютно. Он будет живой, и он это все принесет, как живой человек. Мало того, его свет не померкнет, и он не приткнется, пока не установит на земле справедливость. Он не умрет, пока не установит на земле справедливость. Видите, это очень-очень не похоже на то, что написано на диване. Нам сложно как бы, потому что мы чаще всего, да, мы слышим сначала историю. И мы считаем, ну так и надо, да, так и надо. Мы выросли, да, в такой среде. Но это, скажем так, мягко, это неправда. Немножко искажение того, что написано в Торе. В Торе совершенно другие вещи написано на диване в шерохе. Вот. И вот мы сейчас их на космосе. И как видим, что Иисус ни одной из этих задач не выполнил. Храм не восстановлен, да. Вот. Еврея в изгнании. Вот. И, между прочим, вообще трудно понять, как он мог восстановить храм и вернуть евреев в Израиль, если при его жизни храм еще не был разрушен, а евреи пребывали в Израиле, да. То есть, как бы, в пророчествах уже была вся эта ситуация, в которой мы сейчас живем, да. Пострадания и боли, войны сейчас в изобилии, болезни, да. И люди сейчас меньше, да, верят во Всевышнего. Меньше ходят его путями, чем даже во времена земной жизни, да, Иисуса. Вот. Так вот. Если он был Машехом, то почему сейчас вот такая жизнь, да, вопрос. Потому что он не был Машехом, да. Вот, да, вот так вот. И, скажем, еще, ну, последнее, что Иисус не всегда соблюдал Ницину, да. Вот, а Машех будет соблюдать все законы Торы, потому что он будет всех остановить, побуждать, делать то же самое, да. Ну, это написано в книге Творим. А Иисус говорил, да, помните, что он себя ставил даже выше соблюдения Шаббата. Говорит, что это вот Шаббат, это для человека, вот, если там надо что-то делать в Шаббат, можно. Это нарушение заповеди Торы, да. Вот так вот. И вообще, как бы, за нарушение Шаббата очень серьезное доказание нашей традиции. Вот. Он не поддерживал мир, помните, да. Не думайте, что я пришел что-то нести на землю мир. Не мир, не свой, а меч. Какой же это Машех? Да. Как может тот, кто отвергает, да, митцвот, кто отвергает полностью Тору, да, быть Машехом? Это невозможно, да. И, как видим, евреи Иисуса не приняли для него, не поддерживали, да. Да, были сложные времена, да. Римляне жестоко угнетали. И поэтому, когда вот именно усиливается угнетение, усиливается страдание, всегда еврейский народ ждет Машех. Это тоже знак, что он скоро. Да. Вот. И, конечно, евреи знали, каким должен быть настоящий Машех, да, и узнали бы, если бы он пришел, да, никто бы его не отвергал, потому что еврейская традиция очень четко и ясно определяет, кто такой Машех, все его признают, да. Вот. Но, смотрите, еврейский народ отверг большинстве Иисуса, да, не принял его. Это, ну, что апостолы, да, тоже были из еврейского народа, да, но люди образованные, да, священники, раввины, учителя отвергли Иисуса. Вот. Вот. И потому что видели, что он не Машех. Очень четко и ясно видели. Они его видели, как говорится, жилье, да, он был на глазах. Вот. А вот Павел, апостол Павел из Тарса, да, он Иисуса лично не знал. Вот. Вот. И вот он так придумал, да, что, да, это был настоящий Машех. Вот какие-то были объявления, явления, да. Вот. Ну, скажем так, возможно, уже это было выгодно такое рассказывать. Возможно, скажем так, был какой-то бизнес. Как мы видим, бизнес – это хороший, да, денег приносит много. Зарабатывает. Да. Вы видите, да, сколько зарабатывают служители, да, сколько в церкви батюшка зарабатывает – это хороший бизнес. Вот. Ну, и, как всегда, евреи очень способны делать хороший бизнес. Ну, и с христианством был сделан хороший очень бизнес. Вот. Но это ни в коем случае не говорит о том, что это правда. Да, мы видим, что это не правда, это нарушение, это ритм. И мы счастливы, что призваны именно к настоящей ритм, да, а не к какому-то суррогату. Возможно, да, возможно, как бы для остальных народов, да, это был какой-то шаг, да, в сторону Всевышнего лучше так, чем то, что было, да, как говорится, когда приносили жертвы человеческие и поклонялись идолам. Но нам нужно четко знать, что это все не настоящее, это суррогат. И, конечно, нужно очень четко различать и понимать, если, например, тоже начну, да, особенно христиане любят эдитировать, да, обращать, рассказывать, зазывать. Вот у нас, в нашей традиции этого нет абсолютно, да, мы никого никуда не зазываем и эдитируем. Вот каждый человек сам приходит, у каждого свой духовный путь, и каждый сам приходит, следуя по своему духовному пути, да. Так, Баринка, ты уже выспалась, да, отдохнула уже кошечка наша? Ну, отдохнула немножко, придремнула, отдохнула точно, да. Вот так вот. И вот видите, теперь, если тоже, если речь пойдет о жертве, да, жертва, 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 истинное жертвоприношение, это только жертвоприношение животных, да. Вот мы сегодня тоже прошли, никаких человеческих жертвоприношений наша традиция не признает, да, и, соответственно, вот это жертвоприношение на христе, и это не имеет никакого значения, да, для спасения животных абсолютно. И вообще, скажем так, это немножко, как говорится, фантазии, связанные с греко-римскими религиями, вот. Там можно долго в этом разбираться, но вы просто должны знать, что это неправда, что это суррогат, вот, и ни к чему хорошему это не приводит, как мы видим, да. Но это, в какой-то мере, обман людей. Вот почему ряд религий опиум для народа, да, потому что такая религия, это действительно опиум и обман людей. А настоящая вера, как Всевышнего, да, исследование животных, она спасает, действительно, она меняет жизнь, вы это сами видели и видите, да, и она дает силу, да, это настоящая сила, настоящая сила Всевышнего. И Баруха Шем, да, слава Богу, что мы удостоились идти по этому пути, да, и думаю, что теперь вы знаете, это вы встречаете, и можете тогда ответить всем, да, кто такой настоящий наш, да, которого мы ждем, да, и будет в сто раз лучше, да, чем то, что там христиане обещают. Все, хорошо. Понятно вам было или немножко сложно? Вы так задумались, да? Понятно. Понятно. Понятно, понятно. Понятно, ну это сложный вопрос, да, но я думаю, теперь у вас какая-то ясность есть, да? Сложно. Ну сложно, сложно, да? А что ты поняла из этого, Даринка? Поняла что-то? А ну скажи, что ты поняла? Кто такой Машех? Это царь, да? Царь Израиля, и это человек, да, в двух словах, и когда он придет, да, будет очень хорошая жизнь. Чего не будет? Не будет болезней, не будет войн, да, не будет бедности, и все будут друг друга любить. Можно сказать, будет все самое хорошее. Да, будет все самое хорошее. Пока этого нет, кто бы там себя не сказал, я Машех, это неправда, да, все. Поэтому Иисус не Машех, вот, вот, в двух словах, да? Теперь понятно вам? Да. Вот теперь понятно, все. Хорошо, вот сегодня разобрали. Тема сегодня, да? Вот, даже, и Даринка, вот, видите, даже, даже дети, говорится, маленькие, да, во всем, во всем разобрались, да, хотя тема очень сложная, скажу, вы сегодня большие молодцы, мы с вами хорошо поработали. Да, ой, давай, давай, только микрофончик включи, давай, скажи. Какие были домашние задания? Домашние задания, да, нарисуйте, вот, как будет, вот, в этом мире, когда придет Машех. Представьте, да, как будет хорошо, как будет красиво, да? Вот там у пророка Ишаяху, Ишае написано, что волк будет лежать в обнимку с ягненком, да? Вот, можно будет брать в руки змей, да? Ну, иногда тоже в запарке надо можно брать. Можно будет, например, гладить тигра или... Да, да, гладить тигра, как кошку, например, обнимку, да, это же здорово. Еще мы не будем, как будто, умирать, мы будем жить. Да, да, вот... Молодые. Да, ну, и, прицеп, пока этого нет, да, значит, не Машех, пока еще не пришел, да, значит, ждем еще, ждем. Вот, и, возможно, говорится, и даже наше позволение, да. Но он может прийти в любую секунду. В любую секунду, и мы должны быть готовы, да, ну, и самое вероятное время – это окончание шабата, да? Потому даже очень часто делается в конце шабата трапеза Машеха, да, мы ждем его, и ждем его тоже принять, как другого гостя за столом, вот. Но пока медлит, медлит ждет нашего обращения, да, чтобы в наше сердце полностью обратились, да. Вот, всех, всех, всех. Потому что весь еврейский народ, весь народ, который верит во Всевышний, это один организм. Ну, мы все едины. Хорошо, да. Вы сегодня большие молодцы, разобрали очень сложную тему, вы чудесно поработали, да. Ну, порисуйте, да, представьте, как будет здорово. Все, тогда всего вам хорошего и до встречи. Спасибо вам за этот прекрасный урок. Вам тоже молодцы, что приходите, что так хорошо работаете, да. Да, чудесный урок. Спасибо вам тоже и до встречи через месяц. До свидания. До свидания всем. Субтитры создавал DimaTorzok